Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас, я должен был бы сказать, исторический момент. В эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове возвращается программа «Слово о деле». Некоторое время назад я сделал перерыв, но вот сегодня мы снова на связи с вами. Программа посвящена историям о людях и, собственно говоря, самим людям, которые занимаются настоящим делом. И в рамках наших эфиров, которые будут выходить на волнах «Эхо Москвы» в Кирове каждые две недели, мы будем встречаться с гостями в студии, обсуждать то, чем они занимаются, пытаться узнать что-то новое или обсудить то дело, в котором эти люди разбираются. Ну, будем надеяться, лучше всех. Или, по крайней мере, стараются. А сегодня у меня в студии очень интересный гость, с которым мы проведем ближайшие пол с небольшим часа. И, надеюсь, узнаем много нового и интересного. Меня зовут Андрей Усенко, а у меня в гостях сегодня Иван Федосеев, генеральный директор компании «ИПАК-М». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Андрей. Моя программа всегда отличалась каким-то необычным подходом, поэтому, собственно говоря, возвращение в эфир будет соответствовать такой истории. Давайте обычно заканчиваю с блиц вопросов, а мы с вами начнем с них. Давайте разогнемся. В каких городах и странах не то чтобы бывали, а работали? В городах, ну, я начал с Петербурга, мой родной город, работал в Петербурге, работал в Германии, на немецких заводах удалось поработать. В некоторых городах попроходил практику, таких как «Гамург», например, на заводе «Даймлер». Москва, Подмосковье и Киров, конечно. Второй блиц вопрос. В каких отраслях чем занимались? Вот это хороший очень вопрос. Я занимался производством пожарной техники, я занимался производством медицинской техники, производством... У меня была тяжелая промышленность, а сейчас у меня химическая промышленность. Ну, а теперь возвращаемся к традиционным вопросам, которые должны последовать после ответов на первый вопрос. Почему Киров? Почему бы и нет, я решил, и поехал в Киров. Вот после Гамбурга. Ну, на самом деле, было достаточно интересное предложение. Я увидел в этом предложении реализацию своих возможностей, как это, может быть, не банально звучит, потому что за то время работы в основном с западными компаниями я набрал очень хороший опыт, и я понимал, что вот именно в Кирове я могу быть как творец для того, чтобы творить и создавать компанию, практически с нуля выстраивать ее так, как я это вижу, и мне это очень понравилась идея, и поэтому... Ну, вот, собственно говоря, про опыт-то мы сегодня там и постараемся поговорить, но для того, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, давайте коротко сориентируем все-таки, что такое компания Ипокем, чем занимается, что производит... Компания Ипокем, это мы занимаемся, если по-английски говорить, high-performance packaging, да, очень страшное такое слово. По-русски это упаковка специализированная. Мы производим канистры для применения в агрохимии, в основном это для розлива пестицидов. Почему high-performance? Потому что к этой упаковке предъявляются очень высокие требования с точки зрения качества, потому что это концентрированный продукт внутри, он не должен проливаться. Поэтому это наш ноу-хау, мы умеем делать канистры, в которые можно разливать опасные грузы, и наши канистры не будут проливаться. Ну, давайте поясним, собственно говоря, я был у вас на производстве, видел, то есть, ну, это по сути дела производство полного цикла, если не брать в расчет сырье, то есть, там, завод в Кировской области, который производит действительно высококачественные канистры. Почему Киров? Чем обусловлена эта логика? Киров очень удобная локация, логистическая, потому что именно в Кирово-Чапецке производится розлив агрохимии. Ну, собственно говоря, там она производится, там ее удобнее и разливать. Да, конечно. Четыре километра до места розлива, поэтому логистически очень удобно. Ну, и давайте уже все-таки полноценно представим, и пока мы это не, как сказать, не самостоятельная компания, в хорошем смысле этого слова. Да, это холдинг мировой. Мы присутствуем в шести странах. У нас семь заводов. Это завод в Бразилии, в Англии, во Франции, ЮАР, Венгрия, Россия и два завода в Китае. Понятно, чем выбрано место расположения завода. Необходимость. Ну, в принципе, тоже понятно, можно долго не рассуждать, возить пустые канистры достаточно странно, да, из других стран и развозить здесь. Как вам поступило это предложение? И как вы принимали решение? И, собственно говоря, в чем состояла, развивая историю, да, деятельность здесь? Ну, все началось с того, что я пожелал, чтобы у меня была такая работа, где я могу творить. Это было просто воззвание какое-то? Да, 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 в определенной степени. И мне на этот запрос Вселенной пришел такой ответ, и я решил, что, ну, наверное, не буду испытывать судьбу и приму это предложение. И когда я пришел, мне пришлось запускать, да, завод, завод и развивать задачи. Ну, и сейчас идет и стройка, да, завода, но на то время уже корпус был построен, машины были завезены, и надо было налаживать серийное производство. Учитывая, что у меня производственный опыт где-то с 94-95 года, да, поэтому я как раз все свои умения приложил для того, чтобы запустить серийное производство и наладить серийные поставки. Ну, а вот теперь давайте как бы уже к содержанию темы, да, мы представили вас, представили компанию, слушателям понятно, о чем в целом идет речь. Что такое производственный опыт? В чем он различается по сравнению, ну, вернее, в сравнении в Германии, где вы работали, проходили практику, в там, мировых компаниях на федеральном уровне, в Кировской области, насколько удалось с ним познакомиться? Каково ваше отношение к нему? Вот вопросов несколько, но они такие вытекающие один из другого. Я, честно говоря, не задумывался под, что такое производственный опыт. Ну, вы же сказали, что пришлось его применить. Да, 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 да. Ну, это, по сути, опыт всей моей жизни здесь лежит. Это, ну, по сути, я прошел с инженера, да, я был инженером-разработчиком в самом начале. Как раз я начинал с микроэлектроники и постепенно-постепенно поднимался до руководителя компании. И если брать, скажем так, я, поработав в российских компаниях, поработал в иностранных, и в иностранных компаниях мне тоже приходилось какие-то заводы ставить, да, в каких-то, принимать участие по постановке. Причем в заводах именно мирового уровня, да, это крупнейших корпораций, таких как «Сименс», например, да, или «Кнорбремзе». И, естественно, это те компании, у которых не было вот этого 30-летней индустриальной просадки, которая, к сожалению, для меня, как для русского человека, в какой-то степени до сих пор присутствует в России. И здесь я вообще, в принципе, даже свою миссию как-то сформулировал для себя, да, вот я зачем. Я понял, что мне в этой жизни ну просто повезло, что я участвовал и ставил заводы, и у меня этот индустриальный опыт есть. И поэтому я с удовольствием этот опыт, ну, я дарю его, да, я с удовольствием делюсь этим опытом, да, и когда я пришел сюда, я стал внедрять этот опыт, да, это ну я могу там говорить разные страшные производственные термины, типа там «шопфлор менеджмент», да, или там развитие Хошин Кандри и так далее, но я думаю, что непосвященному человеку это мало, мало что будет. А как вы считаете, вот эта 30-летняя просадка, с учетом тем более скоростей происходящего там в мире, да, увеличивающихся, насколько серьезно, да, не будем там фаталистически говорить, насколько невозможно там ее наверстать, вот степень, ну, так скажем, серьезности, степень последствий этой просадки, сколько мы от них будем еще страдать, и что надо делать так кратко, ваш тезис на их, чтобы этого, чтобы эту просадку компенсировать? Ну, я, конечно, ну, не совсем доктор, чтобы говорить точные прогнозы, да, но у меня есть свое понимание, что нам делать, ну, на мой взгляд, было бы очень полезно для нас, чтобы в Россию, не только Москву, Питер, приходили иностранные компании, и ставили здесь свое производство, и обучали людей. Что для этого нужно? Вот это такая простая формула, да, надо привлечь иностранных производителей, чтобы они размещали здесь производственные площади. Что для этого нужно? Ну, во-первых, должен быть рынок, да, естественно, если есть рынок, это первый шаг, и второй шаг, это условия, условия для инвестирования в строительство заводов. Ваша компания, когда рассматривала площадку Кировской области, ну, помимо того, что там одним из основных, наверное, факторов являлось как раз там наличие потребителей, да, продукции, какие факторы инвестиционной привлекательности, как это у нас принято говорить, рассматривала, и принимала ли в учет их, потому что разговоров об этом у нас в регионе достаточно много, мы понимаем там плюсы и минусы нашего региона по сравнению с соседними, мы понимаем, что там возможности нашего бюджета с точки зрения предоставления каких-то особенных условий для инвесторов достаточно там отличаются от регионов-лидеров, вот здесь вы смотрели какие-то факторы, которые в регионе были, кроме наличия потребителей, и каких вам не хватало, какие вам были бы интересны? Здесь при выборе этой локации мы в большей степени смотрели на тех партнеров, с которыми нам предстояло работать, то есть мы даже в той большей степени не смотрели на именно какие-то экономические составляющие, сколько на определенную, ну скажем так, протекцию, что ли, потому что для иностранного инвестора Россия неизведан никакой, ну мне очень не нравится это слово, но она дикая, я противник этого, но то, что я вижу, в их отношении это так, в их отношении это так, да, и здесь для инвесторов в первую очередь был вопрос именно сохранения инвестиций, можно это обсуждать, так ли это на самом деле не так, но то, что я увидел, это было именно так, да, то есть это какие-то партнеры, которые помогали здесь строить бизнес в России. у которых была уверенность в надежности и долговременности в взаимоотношениях. да, знаете, я еще добавлю, здесь представим себе, что мы, русские люди, решим где-то построить, организовать компанию в Африке, да, мы, естественно, будем стараться найти какого-то русского человека, да, который бы, ну, который мы бы говорили, по крайней мере, на одном языке. Которому хотели бы поверить. Да, которому бы вы хотели поверить, да, ну, вот, подходы они такие. Ожидания оправдались? Как дела сейчас будут? В общем-то, да, в общем-то, да. Планы развития есть? Конечно, мы сейчас достаточно серьезно инвестируем, мы расширяем производство, мы сейчас ставим дополнительные линии технологические, наш ноу-хау это технология фторирования, то есть, мы выдуваем канистры специальной смесью для придания канистрам защитного слоя. И мы сейчас серьезно инвестируем, мы покупаем еще машины, покупаем технологическое оборудование, мы преобразуем достаточно серьезно всю инфраструктуру завода. Поэтому, да, мы очень серьезно инвестируем, мы верим в Россию. А теперь, опять же, к производственному опыту. Чем он все-таки различается? В чем эта 30-летняя просадка? Ну, как вы считаете, в конкретных каких-то вещах там, или что именно имеется в виду? Хороший вопрос. Без тех слов, которые вы до этого произносили, иностранных. Хороший вопрос. То, что я вижу в западных компаниях, в основном у них есть определенная зрелость и культура. Это заключается, в частности, в другом горизонте планирования денег. На Западе деньги долгие и мыслят надолго. Производственный или это вопрос? Или это, скорее, макроэкономический? Производственный тоже, потому что, ну, например, если покупать новое оборудование, да, мы в экономику, какую мы будем амортизацию закладывать, да, ну, условно. Поэтому это важно, потому что те решения, я говорю о зрелости, да, потому что те решения, которые принимаются, они принимаются на долгую перспективу. Да, не сиюмютная выгода, а на долгую перспективу. Ну, производственный бизнес, с учетом объема вложений, это вообще бизнес в долгую, не короткие деньги, естественно. Да, это забота о производстве, да, об этом активе, да, это постепенное взращивание этого актива, это, ну, самое простое, что я могу сказать, это, ну, например, то, что я делаю здесь, в Кирове, это консалтинг. Где я силен, я могу сам выступать в качестве наставника, консультанта для своих людей, да, например, в качестве, в производстве, отчасти в логистике. Но есть те истории, в которых я, ну, например, в HR, это не самая моя сильная история, и поэтому, например, у меня в компании работает два консультанта. У меня есть HR-менеджер. Привлеченных. Два привлеченных. Ну, я их привлекаю, они находятся в разных городах, но, тем не менее, как мне правильно выстроить законодательно, чтобы у меня все было? Как мне выстроить с точки зрения развития персонала? Я привлекаю консультантов. Ну, то есть, это прибегаете к профессиональным услугам? Да, к профессиональным услугам. А российскому производству этого не хватает? Мне кажется, там, где я работал, я, ну, не то, что этого не видел, но я видел, может быть, когда-то и желание что-то изменить, что-то привлечь, но зачастую я сталкивался с тем, что люди не знают, а как это сделать, как внедрить эти знания, потому что очень многие люди смотрят, ходят по иностранным производствам и хотят иметь такое же производство. А что для этого сделать, они не знают. А нужно как раз привлечь профессионалов. Нужно привлекать профессионалов, да, и запускать долгосрочные проекты там, на 10 лет вперед по развитию своей компании. А в том, что касается достаточно популярных, известных тем, бережливое производство, производственная культура в целом, здесь тот же 30-летний у нас там разрыв, или меньше, или больше. Ну, если мы начнем с бережливого производства, да, популярное слово, на самом деле бережливое производство начинается с финансов. Опять-таки, вот если мы говорим про 30-летний разрыв, у нас хорошо, если в компании бухгалтерист, он ведет бухгалтерский учет, но не управленческий учет. На Западе всегда есть бизнес-контролеры, финансисты, которые помогают производству в эффективности производства. И только финансы могут сказать, куда нужно нажать производство, для того, чтобы оно стало более эффективным, куда конкретно, чтобы не распылять. Это тоже одна из историк культуры, которую я слабо видел в Российской Федерации, в российских компаниях производственных. Есть бухгалтер, и на этом, в принципе, экономика заканчивается. Именно экономическая часть, бюджетирование, правильно, понимание, что такое, что включается в накладные расходы, как управлять этими расходами. Это очень важно. И ЛИН помогает как раз снижать по сути расходы. Где снижать? Причем не только финансово. Временные, ресурсные. Ну, это в конечном счете выражается. Да, конечно. То есть, если у меня, ну вот, например, у меня один из проектов оптимизации, Пулина, который был, да, вот на механической обработке, если раньше два человека делали 16 деталей в смену 8-часовую, то после оптимизации один человек делал 18-20. Поэтому, да, действительно, у него больше выработка, соответственно, себестоимость этой продукции, она совсем другая. Поэтому, если говорить про ЛИН, ЛИН сам по себе, он, ну, он будет больше как, ну, просто там, порядок там на производстве, допустим, того, что хочет владелец или хозяин. навести порядок. Навести порядок, да. Но, в принципе, для того, чтобы решать конкретные задачи, нужна здесь экономическая какая-то подоплека, чтобы, как сказать, владелец компании видел, какие он может от этого получить, какой профит от этого может получить для того, чтобы требовать со своих ребят выполнения этого. То есть, не просто, что у меня ЛИН внедрено, а это конкретные, как бы, по-английски, приложения к чему-то. То есть, опять же, конечные цели, да? Да, да, это деньги, это сокращение, по-английски, это ОПЕКС, операционных затрат. Я еще раз вернусь к вопросу с точки зрения разрыва, да, вот этого. Здесь он насколько велик. При этом, ну, давайте постараемся говорить о среднем уровне промышленного производства на Западе, ну, среднем, да, не берем там совсем развивающиеся страны. Понятно, что есть лидеры, но и в Российской Федерации можно найти заводы, на которых все это в достаточно серьезной степени развито. И, ну, вот средний уровень по, там, развитым странам, средний уровень по России. Я почему спрашиваю, почему хочу понять это, но и следующий вопрос будет связан с кадрами. И мы понимаем, что либо это там поколенческие истории, да, либо это там быстро, ну, по крайней мере, там, в каком-то среднесрочном горизонте настигаемые истории, либо это уже там, вот совсем в долгую. С кадрами мне все время вспоминается одна история. Я встречался с директором одного завода, и он говорил, что у него большая проблема кадров не найти, никак, ни голубых воротничков, ни белых воротничков. к сожалению, не удается найти. И поэтому они работают с институтами, университетами, колледжами и профтехучилищами. И вот они отбирают оттуда лучших и учат своей культуре. И этот человек был директором завода в Германии. Хорошая начало рассказывать. Поэтому кадров действительно везде не хватает. Я занимался локализацией в Российской Федерации, механической обработкой, сейчас занимаюсь локализацией полимера. И я прекрасно представляю себе уровень индустриализации российских компаний. Я вижу, что меня радует то, что есть компании, которые хотят и кладут ресурс на то, чтобы развивать эту индустриализацию. И мне очень приятно всегда работать с такими компаниями. Давайте пока легкая оптимистичная нота прервемся на небольшую рекламу. Это программа «Слово о деле». Вернемся в студию через несколько минут. Возвращаемся в студию. Программа «Слово о деле». Я ее ведущий Андрей Усянко. У меня в гостях сегодня Иван Федосеев, директор компании «Ипокэм». Компания, которая не так давно пришла в Кировскую область, является частью глобального холдинга, занимается производством, не побоюсь здесь сказать, высокотехнологичной действительно продукции, что для меня, например, было не то, что удивительно, я об этом не знал. И здесь, мне кажется, я должен сказать своим слушателям о том, что такие истории не единичны. На самом деле, в Кировской области открываются, появляются и работают компании, которых мы не знаем, которые работают на мировом рынке, производят продукцию высокого уровня и качества, и поэтому здесь надо быть объективными к тому региону, в котором мы находимся. Мы привыкли считать, что где-то в Татарстане все происходит, в Нижнем Новгороде, на самом деле, такие примеры есть и у нас. Я благодарен Ивану, что он сегодня пришел к нам поделиться этой историей. Мы продолжим с ним разговор о производственной составляющей российской промышленности. Закончили мы на хорошей ноте про кадры. Вот здесь как ситуация? Во-первых, как в Кировской области, насколько удалось быстро, качественно найти тех людей, которые вам были нужны? И как вы оцениваете ситуацию в стране? На самом деле, я очень доволен кировскими людьми, кадрами, даже кадрами не хочется называть, людьми. Специалистами. Специалистами, да. Ну, я доволен ими даже с самого начала не столько как специалистами с самого начала, сколько как людьми, потому что то, что я увидел, мне это очень понравилось. человек, работающий в Кировской области, конечно, ну, навряд ли, как сказать, готов с самого начала работать в новой культуре. И что мне понравилось, то, что люди в Кировской области готовы изменяться. Они видят другой подход, и они отвечают на это. И мне это очень нравится. И лично для меня, по моему опыту, наверное, кировские люди это вот самая благодатная почва для развития, которая вот была. Это вот мой личный опыт, да. А, например, самая тяжелая история была московская, например. Москвичи считают, что под них все должны поменяться. Наверное, да. Вот, поэтому... Хотя много ли из них москвичей, прямо скажем. Да, 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 это так. Поэтому то развитие, которое сейчас у нас происходит в фирме, да, оно происходит... Мы применяем методику Хошин-Канри, не побоюсь этого слова. Это стратегическое развертывание целей, когда есть стратегия на несколько лет вперед, и они превращаются в конкретные показатели и конкретные задачи. И люди подхватывают и развивают свои навыки. и поэтому мы потихонечку идем по пути развития, и я, в общем-то, в целом, я доволен, как это происходит. Не так много времени остается, а хотелось бы поговорить о многом. Кировская область, Россия, иностранное производство. как сделать так, чтобы иностранные производства здесь воспринимались как российские. Ведь это тоже вопрос внутриэкономический. Всем кажется, что если приходит иностранная компания, то деньги из страны уходят. Знаете, такой есть политический социальный подтекст, что вроде понаставили производство, но деньги уходят. Здесь как на самом деле обстоит ситуация. и как вы к ней относитесь? Ну, у нас капиталистический уклад, и, как сказал наш премьер, он каждый раз радуется, когда кто-то становится богаче. Мы здесь можем быть богаче в первую очередь на данный момент именно человеческим капиталом. Плюс иностранные компании, они у них есть обычно комплайнс система, которая говорит о том, что, в частности, нужно платить все налоги, быть абсолютно белым и так далее. Поэтому, да, конечно, прибыль, скорее всего, будет перечисляться за границу. Ну, во-первых, у нас открытая экономика, да, и в принципе здесь, наверное, нету ничего зазорного, а во-вторых, на данный момент это, по крайней мере, вклад в будущее, мне кажется, капитала, потому что я искренне верю, что на данный момент чем больше иностранных производств, тем более квалифицированных кадров, производственных, да, у нас будет, и это в будущем может повлиять позитивно, потому что, ну, есть миграция кадров по-любому, и люди, которые поработали на западном производстве будут переходить на российское. Это касается, ну, вот вы упомянули производственные кадры, но здесь, мне кажется, надо очень, очень важно говорить о управленческих кадрах. Управленческих, конечно, да, управленческая тоже, конечно, потому что культура управления тоже формировалась достаточно давно, и она немножко отличается, а в западных компаниях, конечно, управленцы. Как с ней ситуация в России? достаточно там распространено мнение, что, ну, там, в России, например, мы берем средние производственные компании, да, не берем там заводы-гиганты, ну, вот бытует мнение о том, что практически отсутствует, например, институт, ну, профессиональных привлеченных управленцев. Это так, да. И собственникам компаний, которые в свое время их создавали, там, разрабатывали производство, там, занимались много лет, ну, очень сложно передать кому-то управление, потому что либо люди там не справляются, либо люди начинают рассматривать компанию как свою собственную, да, то есть вот здесь как решить этот вопрос? Это на самом деле вопрос, который меня давно тоже интересует, и я, в частности, для развития компании, именно долгосрочно привлекаю тоже внешний колсунтик, и это тоже есть одна компания, это мои партнеры, они как раз занимаются, да, мы как раз разговариваем о том, что российский бизнес сейчас владельцы хотят уже уйти, собственно говоря, из бизнеса, а привлечь некого, и когда есть такое желание, то вот как раз мои партнеры, они здесь подхватывают, и... Они подбирают людей, или они берут в управление? Они берут компанию в управление, и помогают, либо какой-то переходной период, пока управленцев подбирают и готовят, да, либо, если есть какая-то задача, вывести компанию с кризиса. Это ваши партнеры российская компания? Да, это российская компания, да. Не могу не спросить, каковы тенденции, как будет развиваться производство в вашем представлении в дальнейшем, по каким направлениям идти мы, понятно, что есть роботизация, информатизация и все остальные ации, да, но как будет трансформироваться производство? Ну, я думаю, что основной вектор развития будет, это постиндустриализация, не побоюсь этого слова, если сказать простыми словами, это уход от продукта к услуге. поэтому современные компании будут переходить на уровень услуги, то есть не просто поставка, допустим, полиэтилена, да, а это услуга и с доставками, и со специальными условиями по оплате, и быстрой подмены, и достаточно много чего. Поэтому такая тенденция наблюдается, и наблюдается тенденция по ориентированию на заказчика. Я верю в то, что те компании, которые не совсем сориентированы, они постепенно будут либо переходить на новые рельсы, либо они постепенно будут вытесняться теми, кто сориентирован. Значит ли это, что маркетологи возьмут верх над производственниками? А это всегда так бывает? Они уже взяли производственники. На современных машинах сзади, где выхлопные трубы, уже красивые металлические вставки, поэтому... Понятно. Иван, я когда приглашал вас на программу, вас использовал такое не сильно распространенное слово экспат. Это означает иностранный специалист, привлеченный в локальную страну. По отношению к Кировской области вы такой экспат, и в прямом смысле, работав за рубежом и приехав сюда из Санкт-Петербурга. Немного о личном. Как вам Киров? Как его можно сделать лучше вашим таким взглядом управленца-производственника? У нас буквально три минуты личные впечатления и предложения. Знаете, всегда есть большая пропасть между тем, что ты хочешь и как этого достичь. На самом деле меня Киров приятно удивил. Я был удивлен историей города, например, Великорецкий крестный ход. Я, не живя в Питере, даже и не слышал о том, что 600 лет есть такая традиция. Мне кажется, что Киров это город с корнями, потому что нашим поколением, нашему народу много раз корни подрезали, к сожалению. И историю свою мы перечеркивали. И вот эта вот история про то, что Киров с корнями, она для меня говорит о том, что у этого города есть хорошее будущее. Если говорить, что нужно для этого сделать, ну, конечно, денег больше, конечно, надо выделять на городскую инфраструктуру, как этого достичь? Ну, развивая, наверное, развивая, делая экономически выгодные, экономические зоны, да, какие-то, привлекая сюда инвестиции, инвесторов для того, чтобы были деньги для развития города. Уехать пока не хочется? Нет, нет. С семьей здесь полноценно? Ну, семья, вот, я ее брал на коронавирус здесь, семья очень понравилась, мне жена сказала, что она будет очень скучать по Керу, поэтому пока я здесь один. Коротко, в конце уже завершаем программу, попытаюсь сформулировать все-таки этот вопрос. Быть производством в России в том смысле, в котором вы его видели в западной культуре, в западной производственной формате? Или мы пойдем своим путем, как обычно? Производство быть? Это вопрос выживания, мне кажется. Это первая часть вопроса. А теперь про свой путь или... Мой путь, в смысле? Я имею в виду, будем мы ориентироваться на мировые стандарты? Ну, конечно, мы же во все это делаем, конечно, мировые концерны, такие как Калашников, Сибур, они ориентируются, они привлекают иностранных специалистов, у них получаются очень хорошие результаты, с ними приятно работать, поэтому, я думаю, это только один такой путь. Ну что ж, я люблю завершать на позитивной ноте. Программа наша подходит к концу, это была программа «Слово о деле», о деле, которым занимается Иван Федосеев, директор компании «Ипокем», провел программу. Я, Андрей Усенко, спасибо всем и до скорых встреч. Спасибо, до свидания. Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА